Мы приехали в Новый Кондо, опять с завтраком на Камале, которую топит, внимание, в октябре. Но мы заезжаем пораньше, только начался сезон дождей. Сюда приезжали уже в клинику. Здесь, кстати, есть детская клиника. И он на нас тогда произвел очень приятные впечатления. Мы решили посмотреть. Он находится, конечно, не на берегу, но есть шаттл, который доставит вас на пляж. На территории есть массаж по 600-700, ну и так далее, БАД. Но пока очень даже приятно, тихо, спокойно и новенько. Я, конечно, очень люблю Кондо с ресторанчиками, кофейнями, и это как раз этот случай. И что, нет? Верно что-то платное. Ну, наверное, там, естественно, что-то платное. Да, конечно, всё платное. Мы же не в Турции. Аня всё никак не может привыкнуть, что здесь все кофейни платные. Да блин, я хочу клеить. Ну, приносят приветственные напиточки, и это уже прекрасно. А ещё здесь адекватная доплата, наконец-то, за ребёнка всего лишь 150 бат. Ну, и, конечно, я уже не так расстроена, что мы не рядом с пляжем, потому что есть шаттл, который ходит довольно часто на пляж. А ещё плюс, что нам выдали номер раньше двух часов дня. Так, ну, а главный минус уже, мы один минусик обнаружили, выдают только один ключ, но зайти в лифт и подняться на этап без ключа невозможно, нужно ходить, соответственно, всей семьёй вместе. То есть на номер выдают всего лишь один ключ, что нам неудобно, потому что мы вместе практически не находимся. Гриша работает там по своим делам. Ну, а получается, вот, кстати, мы на пляж пойдём сами, то есть ему нужно будет как-то притягивать, ну, приходите на ресепшн, мы вам будем открывать. Ну, как бы это не очень удобно. Ой, у нас корпус Нью-Йорк, четвёртый этаж. О, ну, даже коридорчик мне уже нравится, такой уютненький. Номер 407. Номер напоминает больше квартиру, очень уютно, но опять для Ани нет рабочего места, то есть если ваш ребёнок учится, ему негде будет писать, то есть нет обеденного стола, это уже минус, но уютно. Смотрите, как красиво, телевизор, всё какие-то, видите, ой, столько запрещающих знаков. Значит, вот в кассе, кстати, можно с собаками, здесь нельзя, дуриан продить нельзя, курить нельзя, но это плюсик. Так, ну что, очень здесь стильный интерьерчик, но, ой, кухня какая, слушайте, большая, даже сразу не заметила, холодильник большой. Ну, в общем-то, смотрите, очень-очень приличное, и очень мне нравится, что зонированы помещения, ну, практически во всех кондах это так, то есть можно, вот, получается, закрыть дверку, но опять же минус в том, что прозрачная стена, то есть, да, спальня огораживается, но всё видно. Спальня, кстати, довольно просторная для такого типа конда, ну, вообще, все конда, вы уже видели, это у нас уже какой-то четвёртый, наверное, да, мы конда отсняли. Примерно везде планировки одинаковые, ну, всё вполне пока приятно. Шкаф довольно маленький, ну, если вы ненадолгий срок, это вам никак не помешает, но вот если на длительный, мы всё-таки на длительный заехали рассмотреть, слишком маленький, наверное. Так, ну, вот знаете, что здесь очень-очень уютно, фен есть, полотенечки, всё, ну, в принципе, всё нормально. Конечно, заход в ванну есть с двух сторон, и со спальни, и с гостиной. Ну, в общем-то, уютно, хорошо, приятно, но всё равно у меня пока в лидерах Мидо Гранде, я прям всем очень её рекомендую, но здесь тоже неплохо. А у меня в лидерах о ванне плюс. Ну, а теперь балкон, вряд ли мы на нём будем сидеть, потому что я не люблю, когда вот такие огромные выходят, они шумят, дуют горячим воздухом. Ну, и вид у нас, ну, для Таиланда очень плохой. Не на бассейн, но зато, наверное, тихо будет, но на деревушку, в принципе, довольно колоритно, а вон там пляж. Ну, и можно сказать, что у нас вид на карнавал Мэгик, он вон за той пальмочкой. Слушайте, я сразу не обратила внимания на наполнение кухни. Смотрите, кухня есть, все принадлежности из чего поесть. Есть вилки, ложки, тарелочки, салатница, но здесь нет ни ножей, ни кастрюлек. То есть, всё это нужно будет покупать. То есть, они поставили плиту, но, по сути, готовить на ней неначем. Ну, то есть, нужно покупать, если вы на маленький срок, ну, как бы... Ну, в общем-то, видите, короче, тесненький номер. Один из теснейших номерков, даже в Даймонте побольше, но мне понравилось. Видите, очень красивое разделение, но, опять же, вот оно прозрачное. То есть, это как бы, ну, в принципе, квартирка маленькая, как квартирка для, там, месячного проживания, наверное, сойдёт. Сель заслуживает отдельного внимания. Смотрите, какой маленький, вроде электронный, но такой интересный, малюшка. А мы идём в фитнес, но мы вам покажем дорогу, потому что имейте в виду, до него очень сложно добраться. Мы один раз его ели, ну, че-то... Пойдёмте. Вот, спускайтесь до парковки. И самое сложное, это в здании. Оно вон. Мы его там еле нашли, да-да, именно так. Он на третьем этаже. Тут находится не только фитнес, но ещё и какая-то больница, ещё чё-то. Я даже не поняла фитнес, принадлежит ли отелю или нет. Фитнес, принадлежит ли отеля. Фитнес, принадлежит ли отеля. Пойдёмте. И поднимаемся на третий этап, там перед входом в лифт на такой табличке написано Фитнес, тренинг, еще кончится, и сразу выиграть фитнес Фитнес, тренинг, еще кончится Фитнес, тренинг, еще кончится Фитнес, тренинг, еще кончится Торговый центр на третьем этаже Настоящий детский рай Все многообразные игры Начинаются дойские детские детские Субтитры делал DimaTorzok Торговый центр на третьем этаже Торговый центр на третьем этаже Субтитры делал DimaTorzok 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 Для родителей, которые, к сожалению, не могут пойти погулять в торговом центре Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь, как вы видели, никаких плюшек отельных Как в виде халатов, например Но, опять же, не хватало, например, кастрюлек Но территория оказалась вполне себе отельная Здесь огромный, я не побоюсь этого слова, бассейн для конда Опять же Он не один На крышах каждого конда Также располагается бассейн, бары Вид красивый на море и на лес Повсюду работают бары Можно себе заказать коктейльчик, мороженое купить. Ну, в общем-то, с голода вы здесь не умрёте. При том, что это камала, и здесь доставка очень-очень туго. Но ресторанчики какие-никакие есть. На крыше предусмотрен бар, но он почему-то сейчас и не работает. Но видно, там внутри просто какие-то винные погреба. Но, возможно, высокий сезон, хотя он уже приближается. Бар заработает, и вы сможете здесь себе тоже заказать напиточки и насладиться красивым видом на город Камала. Но на самом деле это мой нелюбимый район, потому что он, знаете, производит впечатление. Вот, знаете, такой транзитный городок. То есть ты вот как будто он и оторванный от мира, и такого здесь ничего нет. Здесь только вот бексии. Ну, то есть каких-то торговых центров здесь нет. И вот видите, вот трасса проходит, и как бы вдоль неё вот что-то здесь находится. Ну, вот нет вот этого шика, там, колорита, как на том же Патонге, например. То есть какой-то, знаете, ни туда, ни сюда. Бангтау там, зналини, тоже лагуной своей. А здесь вот ничего нет. Кроме пляжа, на самом деле, здесь нет ничего. Поэтому это мой нелюбимый район. На самом деле пляж вполне себе приятный, классный. Вне сезон здесь маленькие волны, да. Но вот я говорю, это вот как, я не знаю, ну, транзитный городок такой, вот атмосфера такого. И ты выходишь, вот эту вот машину снуют. То есть это как-то немаленькая дорожка. Здесь нет прогулочных зон, нет набережной, ничего нет. То есть только пляж. И вот как трасса, вдоль которой какие-то магазинчики, там 7-11. Но вы всё равно здесь особо не погуляете. Ну, рестораны есть, как бы сходите. Но их не такое количество, как, например, там на том же Патонге, ну и так далее. На Бангтау тоже есть свой плюсик. Там классный ресторанчик такие европейского типа. А здесь вот, ну, я к тому, что вот он обычный такой, знаете, район. Вот ничего примечательного, кроме фантазия шоу. Но вы же не будете туда каждый день ходить. Ну, хорошо, вот она есть, да. Ну, вот один раз ходили, и всё. Вот, в принципе, это место знаменито тем, что здесь есть вот эта фантазия со слонами. Ну, и как бы здесь до всего, как-то далеко ехать. Например, до Патонга ехать примерно 40 минут с учётом пробок. Там идёт полтора часа, может быть. Потому что на Патонге жуткие пробки. Сейчас там ещё и на дороге идёт. Ну, в общем-то, то есть он такой вот как-то. На Бангтау там из него хотя бы можно не выезжать. Вот это озеро, Порто-Тепхукет, Блу-Лагун, ну и так далее. То есть есть куда ходить, там много местечек есть. Вот, в принципе, отдалённость не так и пугает. А здесь, вот, я говорю, наш с Гришей самый нелюбимый райончик. Ну, а мы вернёмся от моих лирических отступлений про район Камала. Вышла я снимать. Мы уже здесь последний день. Завтра едем делать виза-рам. Никак не дождёмся, когда три месяца уже начнут давать проживание. В общем-то, здесь есть инфинити-бассейн на каждой крыше. Вы можете поплавать, насладиться. Но он, видите, такой небольшой, узенький. Показываю всё, как есть. Без вот этих суперфоток с красивым видом. Он вот очень узкий. Ну, здесь красиво, приятно находиться. Мы здесь с Аней и занимались. И, ну, классно на лежачках полежать. В принципе, ну, красиво, классно. Вот, смотрите, здесь как раз видно крышу другого здания. Это как раз, по-моему, наш... А, или не наш корпус. Может быть, наш? Ну, я запуталась. А здесь корпуса разделены Нью-Йорк, Бали, Дубай. Мы живём в Нью-Йорке. Ну, и, в общем-то, вот, бассейн тоже очень-очень красивый такой. Видите, приятный. Там зеленушечка. Ну, и бассейн такой, ну, обычный поплавать. Обзор получается нестандартный, как я обычно делаю, а больше на рекламник похожий. Да, я рассказываю только об отеле. Показываю. Сами мы не ныряем, не плаваем. Мы уже накупались и скупались. И что-то как-то уже и не хочется. Я вон оделась, поднялась. Ну, как-то пропало желание к кофе, поэтому просто так вам расскажу. Сейчас прогуляемся по крышам, посмотрим. В нашем корпусе Нью-Йорк находится самая посещаемая крыша, потому что здесь работает бар, подают кофе, ну, и интересный бассейн с джакузи. Ну, и сюда можно прийти, конечно же, даже если не проживаете в отеле. Ну, и по мне, это самая уютно оборудованная крыша в этом комплексе. Они все оборудованы, но в Нью-Йорке она такая самая вечерняя для вечернего времяпрепровождения. Здесь столы, можно поужинать, выпить коктейльчик и посидеть в джакузи. А я вам покажу. Вот, смотрите, да, как выглядит Камала. Вот, смотрите, вы ходите с нашего корпуса. Я не знаю, мы ходили, естественно, много раз, но я не засняла. И вот вы выходите, то есть пешком здесь, ну, очень проблематично жить. Что на пляж, что туда, в гущу событий. Нужно пройти участок по трассе, а здесь поворот, ну, довольно опасный. Ну, то есть мы с Аней шли, это было страшно, при том, что мы огромное количество уже времени прожили в Азии. Это не первый раз, ну, мы там привыкли сновать между байков. Но здесь это страшно, потому что это трасса, и они ездят довольно быстро здесь. Ну, то есть может там на повороте тебя сбить, да, поэтому лучше пользоваться трансфером, который возят на пляж. Он есть, но мы на своей машине, конечно же, на пляжах приезжали. А так, ну, нужно перейти через две трассы, чтобы попасть на пляж. И также до 7-11 тоже надо вдоль трассы. Ну, это вот главный минус, конечно, этого отеля. Ну, и вообще вот всей Камалы, она вот такая какая-то несуразная. Вот, но сам Понда вполне себе приятный. Если вы на долгий срок рассчитываете, вот для длительного проживания, я считаю, вполне себе классный вариант. Но не для отеля, то есть он как отель все-таки очень сильно проигрывает во многих вещах, да, многих фишек отельных нет. А вот как Понда, вот он такой, вот знаете, вот пример яркий Понда, который есть на Пхукете. Для Понда вообще, в принципе, очень-очень неплохо. Ну, а я с вами прощаюсь, и мы едем опять продлевать себе визу. Вы, кстати, знали новые правила, теперь если вы оформляете студенческую визу, из-за того, что прошла у них здесь какая-то антикоррупционная проверка, ну, понятно, что большинство вот этих школ, они, ну, просто существуют на бумаге, да, снимают в какое-то помещение, на самом деле уроков никаких не проводят, естественно. Вот, а теперь нужно будет предоставлять информацию в органы, каждый день фоткаться, ну, типа вы занимаетесь, то есть каждый день нужно ездить фоткаться. Ну, и я думаю, конечно, выйдут из ситуации, конечно, начнут там как-то придумывать эти фотки, там в фотошопе делать и так далее, что вы сидите в клаве, я думаю, найдут выход, но, видите, проверки начались вплоть до депортации, лишения визы и так далее, а как бы виза не дешево стоит, вы можете заплатить и как бы ничего не получить, поэтому мы решили не делать, вот ездим на эти визораны, тоже вроде как нелегально, но посмотрим, вроде как должны на три месяца продлиться, надеюсь. Погнали на поиски ужина, здесь это такое, знаете, интересное приключение, потому что заказать, да, здесь крайне проблематично, довольно мало доставок, ну, то есть курьеры мало здесь возят, арестиков не так уж и много, в общем-то выбор небольшой, поэтому мы ездим на рынок, он здесь через дорогу, либо у Бикси тоже рынок, ну и сам Бикси. А вот она как раз дорога, видите, я покажу, то есть нужно пройти всегда участок по трассе, а это все-таки не дорога, а больше как трасса, и довольно как-то, ну, не знаю, ну, мне показалось, особенно в темное время суток, не очень. Вот, до Бикси, значит, ехать прямо, и там с правой стороны рынок, слева Бикси, ну, а мы поедем сегодня прямо рядом с Кондо рынок, можно пешком дойти, но мне здесь не нравится переходить вот эту трассу. В общем, по итогу Кондо на самом деле очень неплохой, но просто мы не любим Камалу, поэтому не особо на наши комментарии обращаю внимание, но те, кто выбирает район, прислушайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok И вот он наш сегодняшний риск. ресторанчик, рыночек, он здесь практически каждый день, по-моему, один или два раза в неделю его нет, а так он каждый день сегодня вообще особенно большой, даже вам чемоданы можно прикупить, просто какая-то чудо-ярмарка. Ну, а мы ищем себе что-нибудь на ужин в нашей ненавистной Камале. Кстати, рынок здесь тоже такой необычный, не такой, как везде, как будто не такой масштабненький. О, зато дурианчики здесь по 100 сегодня. Угу, сезон дурианов. Ой, сейчас смотрите, он по 190 или по 120. Зато, слушайте, дурианы везде 180, 200, а здесь 120. Представляете, ничего себе. Я возьму. Ну, в общем-то, все-все-все вы можете купить. Сегодня прям какая-то супер-ярмарка. Обычно он меньше, но, видимо, по каким-то дням прям ярмарка. И народ, народ снует. Завтра выходные. О-го-го. Ну, кому интересна еда на ночных рынках, смотрите мои предыдущие выпуски. Оставлю ссылку. Можно из необычного тростниковый свежевызатый сок попробовать. Я себе возьму сегодня уточку. Здесь и курочка, и уточка, и свиные ушки. О-о-о-о, и даже печеночка. Ну, в общем-то, все виды фруктов. Ой, смотрите, рыбка еще сегодня тут есть. Но я как-то брала, они очень, на самом деле, вкусные. Ну, а сушеная есть к пивку. И вообще все виды фруктов можно попробовать. И сахарное яблочко. Очень-очень все вкусные. Куча видов мангана сейчас на сезон. Ну, мангана надо взять. Для любителей свинины. Очень колоритно. С зеленью в Тае проблем нет. Знаменитая Монинг Глори. И еще куча всякой зеленушечки. Она вся очень вкусная, сочная, свежая. А вот помидорки не очень. А вот помидорки в Таиланде очень и очень не мягкие, не сочные. Видеть яблоки в Таиланде это фантастика. Тыблочки у нас так назывались. Буриан разделывают. Таиланде. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот смотрите, Гриша уехал без меня, я иду пешком Вот рынок, да, и вот по вот этой дороге нужно идти То есть здесь нет ни тротуаров, ничего И это не просто, ну, такая проселочная дорога Это прям трасса И поэтому довольно, ну, опасно здесь ходить Вон, видите, мужчина идет Рядом с ним байк тут же проезжает То есть они ездят же по обочине Вот Вроде бы, вот видите, пройти совсем-совсем чуточку Но это очень-очень опасно То есть вот идти очень сложно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну все, мы повернули в безопасную зону Ну, конечно, это еще то удовольствие Ну, очень-очень неудобно, конечно, ходить пешком То есть без байка и машины Ну, лучше не снимать Ну и, соответственно, до пляжа тоже нужно будет вот такой путь проделать Ну, как бы вот это вот переход через трассу Где куча байков снует Это сильно Просто когда ты в городе переходишь Они не с такой скоростью едут И ты как бы маневрируешь между них Там они вокруг тебя едут Но это не так опасно, что ли Потому что скорость низкая Ну и как бы среагировать легче Да, там отскочить, еще что-то Вот, ну и у них так же А здесь повороты, короче, стрёмно Ну, а теперь к завтраку Здесь очень интересно сделана платная зона В ней очень комфортно, приятно Хорошо работает кондиционер А потом мы попадаем в зону шведского стола И здесь уже жарко, непрохладно И очень душно сидит Чего ты грустишь? Аня уже заказала себе омлет Конечно же, он есть Со всеми добавками, как и везде Кофе, чай только вот такой Хорошего нет Можно купить там, что я и делаю Так, ну что у нас еще бывают? Плинчики На самом деле завтрак вполне себе неплохой Очень разнообразный Потому что он каждый день меняется То есть он не такой разнообразный на один день Но если взять всю неделю, то очень даже ничего И кашка есть Так, здесь у нас вот такие димсамун Вчера, соответственно, это все уже другое было Так, посмотрим Всегда сюрприз, что он здесь не меняется зона А вот в этих ящичках всегда сюрприз, что будет Здесь у нас рыба, рис на пару Ну, сегодня не очень А вообще были креветки даже Ну, вообще, пока из всех наших кондо Этот оказался самым худшим Самый лучший пока Мидагранде А этот пока на последнем месте Но, возможно, что-то еще хуже будет Но завтрак, вот фрукты есть Но все равно завтрак по сравнению с той же Мидагранде Намного хуже Но, как моя мама, ошиблась не во всех Потому что тут вообще все То, что можно пожелать А в каком-то не было Самого главного в моем рецепте Сыря это вообще прям самое главное И ветчины Это, Аня, про омлет, да, ты рассказываешь? Да Про начинку для омлета Да Ну, а всякое-то коньонки Не, ну, а вообще в целом тебе как, кондо? Как-то все равно, не очень ничего делать Да, не дышать Только можно играть, и все Ну, там были коньонки Лук был И грибы И еще там Но самого главного в моем рецепте не было Мы уже сделали визу Опять вернулись на Пхукет А нам уже принесли приветственный напиток Ну что, Гриша оставляет залог Здесь 3000 бат Везде по-разному От 1000 до 3000 Ну, где-то бывает побольше Но пока впечатление приятное Он прям новенький, новенький Мы заселяемся в ночи Но уже узнали, что есть детский клуб Мы в этот раз забронировали себе делюкс А, еще не достроили Ой, еще, вы представляете В отеле, который еще не достроен Но уже работает детский клуб И походу аквапарк есть Ну, в общем, завтра все посмотрим А пока бежим в номер Быстренько спать После 7 часов в дороге Визу, если кто будет делать Это, конечно, жесткое испытание Ну, пока все чистенько, красивенько И номер у нас 3407 Продолжение следует... Продолжение следует...